Когда Украина вступит в НАТО и почему есть силы, которые тормозят этот процесс? Лидеры этих стран при вступлении в должность не приносили клятву на верность ни Украине, ни России. Половина Сибири уже китайская, де-факто. Тихо, безо всяких агрессий. Да, Путин уже приторговывает с Китаем, отдает куски территорий по-тихому. Возможно, что Россию спасет Цезарь. Сейчас объясню, что я имею в виду. Единственное, чем Россия сегодня может предъявить миру, это ужас. Мы, торговцы, ужас. Пойдемте ментов бить. Милое дело, по-моему, для многих россиян. О, танки стреляют за бам, клево. Давай пойдем посмотрим. Я уже слышал о том, что наши дети будут жить при коммунизме. Спасибо. Мне не обещают. Приветствую всех зрителей Белсата. В эфире очередной выпуск программы «Ход мысли» с Виктором Шендеровичем. Меня зовут Игорь Винявский. Напоминаю вам, что для нас очень важно, чтобы вы поддержали нас своими лайками. Если смотрите нашу программу на YouTube, ставьте лайк, комментируйте, ну и подписывайтесь на наш YouTube-канал, если до сих пор этого не сделали. Виктор, добрый день. Добрый день. Наверное, главное событие этой недели – это саммит НАТО в Вильнюсе, который, судя по всему, разочаровал Зеленского. Сначала мы помним, что Зеленский говорил, что вообще на него не поедет, скорее всего, если не будет принято решение о вступлении Украины в НАТО. Решение такое, в принципе, не было принято. Тем не менее, Зеленский приехал. Но все-таки вопрос о вступлении Украины в НАТО до сих пор открытый. Как вы считаете, все-таки, когда Украина вступит в НАТО и почему есть силы, которые тормозят этот процесс? Ну, там же встречный процесс. Украина должна выполнить какое-то количество условий, должна в значительной степени изменить устройство, да, свое, рискнув сказать, политическое устройство. Это касается организации общества, организации государства, степени коррупции и так далее. Алексей Ристович написал очень жесткий и, так сказать, печальный текст по поводу итогов этого саммита. Это даже не про сами итоги саммита, а про вот эти соотношения ожиданий. Эмоциональная поддержка, безусловная эмоциональная поддержка и безусловная, так сказать, симпатия мира к Украине, она не замена некоторой дорожной карте, которая, это я своими словами пересказываю, некоторой дорожной карте, некоторым условием для вступления, да, которые, без которых Запад не хочет подписываться под, так сказать, принимать Украину. Военная поддержка будет продолжаться, об этом было сказано и так далее. Я бы так сказал, что ждали прорыва даже не, так сказать, главным образом по части конкретики, тактики, вооружений. Будет закрыто небо, наконец, не будет закрыто небо. Потому что то, как Запад сегодня поддерживает в военном отношении Украину, это, так сказать, вещь довольно двусмысленная. То есть, скажем так, она воспринимается двусмысленно и России, и Украины, и с разных сторон. Для Запада... Эрестович об этом пишет, и мы говорили очень часто, что слово цинизм и прагматизм – это, собственно говоря, две оценки одной стратегии. Запад не даст Путину победить, это совершенно очевидно. Запад побаивается просто, ну, он побаивается, безусловно, значит, и техногенных катастроф и возможности, так сказать, применения ядерного оружия. Он очень не хочет разваливать Россию опять на 20 кусков, чтобы потом, как во времена, так сказать, позднегорбачевские, иметь ту головную боль по поводу того, кто это все контролирует и с кем разговаривать. Как и в горбачевские времена они предпочли бы разговаривать с кем-то одним. Проблема в том, что в горбачевские времена был Горбачев в Кремле, а в путинские – Путин. И с ним никто разговаривать не будет. Запад пытается следовать своей избранной полтора года назад стратегии, так сказать, сдерживания России, жесткого сдерживания России, но при этом делает ставку на то, что процессы в России экономические, политические, через какое-то время это рассосется, что Россия, путинский режим сгниет изнутри, превратится во что-то еще, появится кто-то, с кем можно разговаривать, и с ним можно разговаривать. Они ждут условного Мишустина в Кремле. Мишустина, Собянина им совершенно все равно. Человек, с которым можно разговаривать, не боясь применения ядерного оружия. И не давая России просто развалиться и превратиться в Китай. Они держат в уме Китай. Вещь, которая звучит, соображение, которое звучит цинично или прагматично, если глядеть из Америки и из Европы. Лидеры этих стран при вступлении в должность не приносили клятву на верность ни Украине, ни России. Когда-то мы, российское демократическое общество, выражало большие претензии по поводу их поддержки Путина и так далее. Что в моральном отношении совершенно справедливо, но ни Байден, ни, так сказать, никто из лидеров западных не приносил клятву нам на верность или Украине на верность. У них есть обязательства перед своим народом и безопасности. А дальше мы не знаем ответа из конца учебника. По моему ощущению, они играют в очень опасную игру. Полагая, что это рассосется, полагая, что можно не добивать Путина, а дать возможность, так сказать, чему-то тут произойти, эта вещь очень опасная, потому что путинская логика уже совершенно очевидна. Он видит, что его стратегия работает. Он понимает, что он может держать вот на этом шантаже весь мир. Он понимает, что экономика дает дуба, но еще речь идет о годах. То есть еще на год хватит. Вот это вот оптимистическое представление полуторагодовалой давности, что к осени прошлого года российская экономика ляжет и будет нечем продолжать войну. По старому анекдоту, да? Папа, ты будешь меньше пить? Нет, вы будете меньше есть. Да? Мы будем меньше есть. Россияне будут меньше есть, хуже жить, меньше жить. Но война будет продолжаться, потому что это главная ставка Путина. Запад играет в очень опасную игру, дав Путину уже психологически пережить катастрофу, ментальную катастрофу, психологическую катастрофу первых дней войны. Если говорить о жертвах, то как это не парадоксально звучит, если бы в тот момент, когда Путин перешел Красную линию и развязал войну, если бы через день после этого был бы потоплен, к примеру, Черноморский флот, технически у НАТО были, есть ли это понятно, все возможности. Мой ход мыслей заключается в том, что никакого ядерного ответного удара бы не было. Война была бы прекращена. Произошли бы действительно в связи с этой катастрофой, произошли бы изменения в политике, что-то бы сломалось. Но за это время Путин отстроил систему вполне. Это совершенно другая система. Она не имеет уже никакого отношения вообще ни к чему, что было до. Это другая система. Абсолютно мы видим, как общество консолидировалось на стокгольмском синдроме, на страхе, на чем угодно, на тупости, на вот этом имперской бацилии, которую он, так сказать, подогрел и пустил в организм. Но российское общество вполне консолидировано в готовности жить так, как живется. Изнутри, к сожалению, ничего не изменится. Потрясающие люди, которые жертвуют своими судьбами и жизнями в России, тысячи людей политических заключенных, тысячи людей, выражающих протест, но это образец личного нравственного героизма. Политически ничего в этой системе поменяться не может легитимным путем, путем гражданского протеста. Сколько должно пройти времени и что должно произойти, чтобы этот вот саванна, о которой мы говорили, чтобы они съели друг друга, и чтобы стало невозможно... Дошло до... Да, по-островскому, гире до полу, чтобы дошла. И стала невозможность жить дальше так, как живет государство, стал очевидной для уже той элиты, которая есть, а это уже ни Фридман и Авен, и ни Абрамович, и ни Кудрин. Непонятно. В этом смысле, по большому кругу, вернувшись к результатам саммита, результаты, конечно, разочаровывающие, потому что никакого прорыва не произошло, а значит, все будет как было. То есть Украину будут насыщать оружием, постепенно повышая ее преимущество перед российской армией, у которой исчерпываются ресурсы. Украина будет как-то наступать, но это не будет носить прорывного характера. Путин будет... Россия будет, путинская Россия, будет деградировать. Запад будет ждать, пока в России все ляжет пластом и появится условный Мишустин. Вы сказали, Запад боится, что Россия... Точно не помню, смысл такой, что боится, что Россия превратится в Китай. Разверните тезис, что это значит. Ну, это же довольно понятная вещь, это, так сказать, да? Свято место пусто не бывает. Сейчас Россия по Чадаеву, да, упершись одним локтем в Германию, писал Чадаев, другим в Китай. Но это Россия современная Чадаеву, жандарм Европы, мощная, да, мощная сила. В военном отношении мощная сила, ледяная в политическом отношении. Если Россия рушится вместе с империей, ну, империя вот сейчас разламывается на наших глазах, вот если в течение там, да, какого-то времени Россия не меняется политически, не идет, так сказать, по образцу нацистской Германии обратно в европейскую цивилизацию. А если она настаивает на своем и все доходит до гибели и распада, то ясно, что этот распад, собственно говоря, если кто-то есть бенефицар происходящего, то это Китай, которому ничего не надо делать. Потому что действительно они сидят на берегу реки и ждут, пока к ним приплывет, просто течением принесет Россию. Потому что Россия, которая категорически отказывается вступать в Европу и быть частью Европы, она естественным образом достается Китаю. Никакой даже уже и сейчас понятно. Послушайте, к 50-му году у нас будет население Вьетнама в России. Это когда-то, значит, демографы посчитали, но по убытию, да? Ну, если там не говорить о захваченных новых территориях, это будет убывать. Не говоря уже о качестве этого населения. Потому что песок – неважная замена овсу, и гастробайтеры – не замена, так сказать, элите интеллектуальной и, так сказать, культурной, которая миллионам утекает, сотнями тысячи утекает на Запад. Врачей, инженеров, просто программистов всех, да? И Россия, естественным образом, приплывает под китайское влияние. Половина Сибири уже китайская, де-факто. Тихо, безо всяких агрессий. Да, Путин уже приторговывает с Китаем, отдает куски территорий по-тихому. Китай уже скупил всю Среднюю Азию, которая когда-то была, значит, абсолютно признанной зоной влияния России. Сегодня, вы видите, Казахстан как бы пожимает плечами. Средняя Азия вся скуплена Китаем. Это же ждет, разумеется, огромные территории, как минимум за Уралом. Они естественным образом подпадают после распада. К сожалению, значит, Путин доведет до того, что его политическая смерть может стать и смертью государства, потому что к этому идет. Это же просто банды. Не будет Путина, не будет России, как сказал Володимир. Только эту ужасную формулировку, он даже не понял, что сказал. Просто потому, что они довели, они доведут страну до полного распада. Мы же уже видим в связи с путчем, этим мятежом Пригожина, с этой предъявой, точнее, бандитской. Мы видим, что, мы говорили об этом, государства нет, уже нет. И естественно, что когда оно, если оно вот так вот распадется, потому что будет не в состоянии реформироваться. А у империи только, да, в отличие от Ильи Муромца, два пути – реформироваться или погибнуть. У империи в современном мире нет третьего пути. Либо мы реформируемся, как в свое время прошли, английская, испанская, голландская, бельгийская, какие угодные империи, османская с ататюрком. Либо мы реформируемся, либо мы гибнем, потому что это не живет, это не жилец. Вот это, как оно сейчас, оно не жилец. Этот Холмогоров – это только все галлюцинации. Все эти Холмогоровы, Дугина – это болезненные галлюцинации. Этого ничего нет на пейзаже и быть не может. Ни по населению, ни по экономике, ни по идеологии, ничего. Единственное, чем Россия сегодня может предъявить миру – это ужас. Мы торговцы ужасом. И мы шантажисты. Мы говорим, разговаривайте с нами, иначе будет еще хуже. Ничего больше предъявить не можем. Империи, длинный разговор, мы когда-то его разговаривали, но не грех повторить. У империи есть разные этапы. На первоначальном этапе империя – вещь очень полезная. Она несет образование, структуру. Римская империя – дороги, образование, систему политическую. Английская империя – образование, язык, все такое. На первоначальном этапе. Но, наверное, этот этап был и у Российской империи. Но уже явно мы находимся просто на силовом, позднем этапе. Это та римская империя, которая ждет варваров. Это та римская империя, которая ничего, кроме апиевой дороги распятых, крови и воровства, и коррупции предъявить не может. Это уже не римская империя Сенеки и Цицерона. Это римская империя Комода там, или как их звали, последних императоров. Сто императоров за век, которые повырезали друг друга и дождались Аттилы. Да? Столетия последние. Несколько столетий. Сто императоров. Все бессмертные, все великие. Но кончилось все Аттилой. Мы сейчас в ускоренном порядке проходим эти три века. Потому что Аттилы вот он уже. Не надо никого. У нас свой Аттилы. Поэтому это может либо чудесным образом все-таки протереть глаза, принять душ, попользоваться дезодорантом и сказать, батюшки, матюшки, мы же европейская держава. И Екатерина с Вольтером переписывалась. У нас какие-то, да, Петр посылал. Мы что-то учились, да? Мы чего-то, да, у нас наука была, да? У нас школы были, художественные школы, культурные, научные школы, физика, математика. Мы же европейцы. Либо мы вспомним, что мы европейцы. Кто должен это все вспомнить и сказать? Вот откуда этот голос-то должен раздаться? Нет, голос-то раздается, только он раздается от Лёни Гозмана из Парижа, из Берлина, да, от Ходорковского, не знаю, от Гуриева, из того же Парижа, из Парижа, Берлина, Лондона, Америки. Ребята, мы европейская нация в прошлом. У нас же традиции. Копиться с Нильсом Бором, да, он же оттуда, да, научные школы. Мы же стали той частью европейской вершины развития России. Это именно итог нескольких веков европейского развития, да, сложного, но все-таки европейского развития. Мы учили английский, французский, немецкий, да, у нас были математические школы, научные школы, у нас была цивилизация, но только мы по инерции причисляем себя к цивилизации, там, Толстого, Чехова, Рахманиного, а также Капицы, а также Павлова, Мечникова, Вернацкого, не знаю, Шагала, да, Серебряного века. Но это инерция. Примерно как жители Рима могут причислить себя. Да, или жители сегодняшних Афин, посреди которых стоит Парфенон на горе. Ну где, ну, эта афинская школа, она не генетикой создается. Афинская школа была, а теперь здесь нынешние Афины, Пирей. Хорошо играют в баскетбол, ездят на мотороллерах, милые люди, отдыхать там можно. Но афинской школы нету, потому что это прошлое, это то, что было на этом месте. И цивилизация Толстого, Рахманиного, Мечникова, Вернацкого, Павлова, Капицы уже, да, арестну, сказать, и Плесецкой, и, да, и чего угодно, да, эта цивилизация, это просто то, что было на этом месте. А сегодня группа Любе и Пригожин. Ну, у группы Любе тоже был свой какой-то расцвет, а сейчас, видимо, загадка. Возможно, что Россию спасет Цезарь. Сейчас объясню, что я имею в виду. Шалат, наверное. Не совсем. На нашем канале вот так появилось несколько дней назад интервью с заместителем командира Легиона Свободы России позовной Цезарь. Да, да, да. Достаточно интервью интересное, очень быстро набрало более 100, там, по-моему, 30 тысяч просмотров. И, в принципе, если так коротко сказать, Цезарь готов идти на Москву. Когда пойдет, пока непонятно, но готов идти. Мы с вами говорили как-то о том, что процент людей, которые слушают Ходорковского, Гозмана, вас, он достаточно небольшой по сравнению с тем процентом, который смотрит до сих пор все-таки российское телевидение, смотрит Соловьева. Поэтому здесь, наверное, действительно, может быть, придется говорить не о том, что не Ходорковского услышат, а Цезаря будут встречать и кричать «Авэ, Цезарь!». Цезарь уверен, что... Он сказал так. Зайдет нас тысяча, а до Москвы дадет сто тысяч. Он уверен, что люди будут присоединяться к нему. Вот как вы считаете, будут ли люди присоединяться к нему? Не думаю. Апатия, общая апатия. Нет, понимаете, Цезарь понятнее, чем Гуриев. Он разговаривает понятнее. Популисты, фашисты, коммунисты, неважно, правые, левые, они предлагают обычно простые решения. Он потому и популизм, что на популюс, да, на популюс, да, на народ, на массы, он, так сказать, воспринимается хорошо. Поэтому грабь награбленная или бей народца, да, или там за чистоту защиты русских, это все вещи пошлые, проверенные и работающие на некоторый малообразованный низкий слой, да. Некоторое количество моторол и гиви, да, некоторое количество людей с уголовным менталитетом, да, и огромной энергией, высвободившейся, да, это привлечет, но никаких ста тысяч не будет, уверяю вас, никаких ста тысяч. Мы же видим, что уголовники, пригожевские уголовники, да, вся эта свора, они воевали за казенные деньги. Желающих воевать за свои, желающих класть в свои жизни бесплатно, что-то не наблюдается. Нет, дефицит идеологии, я думаю, он либо обманывает себя, либо своих слушателей, слушателей точно. Не будет никаких ста тысяч, потому что никакая эта идеология, для того, чтобы ее вбить, это работа. Это работа Геббельсу на несколько лет. Геббельсу и всему аппарату. Это государственная работа. Можно превратить страну в нацистскую, но для этого нужно телевидение, да, для этого нужен страх, 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 а не энтузиазм. На энтузиазме пойдут несколько сотен, да, таких идеологических нацистов, фашистов. Нет, для того, чтобы это были, да, был Нюрнберг 36-го года, для того, чтобы стотысячные шествия, для этого нужна государственная организация. Да, и мы это видели. Легион свободы России, он, в принципе, далек, ведь от этих идей там, которые сейчас связаны с, можно сказать, каким-то там неонацистскими настроениями. Ну, я, может быть, у вас есть какая-то новая информация. Последнее, что я слышал об этих легионах, что это в основном, да, в основном люди, да, ну, позывной Цезарь, у него позывной Нижанжа Круссо, да? Не правда ли? Вот. Значит, нет, я не думаю, я не думаю, что мы будем иметь дело с энтузиазмом народа, да? Нет. Мы видим, а вот история с 24-го числа, июня, она очень хорошо показала суть происходящего. Любопытство, смертельно опасное для вообще, такое совершенно почти животное любопытство. Ну, как люди ходили 3-го, 4-го октября 1993-го года с детьми ходили на Красную Пресню, посмотреть, что происходит, их там убивали. С детьми ходили, о, танки стреляют, забавно, клево, давай пойдем посмотрим, да? Как они высыпали, из любопытства фотографировались, да? А что правда, что вот тут вот власть, ФСБ, менты, вот их ненавидят. Поскольку очень низкий уровень общественного понимания и анализа, то они никак не связывают этих вот ростовских ментов и ростовских ФСБшников с Путиным. Но ростовские ФСБшники и менты им враги. Это было понятно. Да? Как их встречали. А почему не выйдут люди-то просто вот на предложение «пойдемте ментов бить»? Милое дело, по-моему, для многих россиян. Милое дело, но только если менты не вооружены. Милое дело поучаствовать в погроме, это я согласен. Но для того, чтобы рисковать собой, платить жизнью, вот это партизанское движение, когда ты платишь свою жизнь, нет, это не для, мягко говоря, не для большинства. Ничего этого не будет, послушайте. Будет традиционная русская, да, русский авось и ожидание того, что день грядущий принесет. Кого принесет это? Кто следующий будет Батыем? Повторяю, Батый, Малюта Скуратов, Феликс Эдмонович, Дзержинский. А будет Горбачев? Отлично, можно тогда рот открыть и немножечко поболтать. Получается, надо ждать того, кого разбудит Ходорковский. Смотри, значит, ждать никого, то есть можно ждать, но ты дождешься. Оно уровень, сегодняшний уровень политической культуры в России, назовем это так, он довольно ничтожный. То немногое, что было наработано, только вот посаженные зернышки в конце 80-х. Вот мы впервые услышали о приоритете общечественных ценностей, о разделении властей, о независимой прессе, о независимом суде, о парламенте, выборы. Мы впервые услышали эти вещи в конце 80-х годов. К концу 90-х годов все было с этим уже фактически закончено. 10-12 лет точно по Эдельману – это время, когда можно успеть посадить этот росток, но для того, чтобы выросло, нужно, как хартии вольности, нужны столетия. Ничего не успели. Успели для нашего поколения, для наших детей только дать представление о том, что вот как бывает, оказывается, бывают выборы, оказывается, бывает независимое телевидение. Оказывается, можно не бояться. Оказывается, это твоя страна. Можно избирать, избираться. Оказывается, можно что-то менять. Оказывается, можно не бояться ментов. Но это было очень короткое время, когда менты вели себя как милиционеры или как полиция. Менты, сросшиеся с… Ну, в большом смысле менты. Менты, чекисты, да, сросшиеся с бандитами, сросшиеся с капиталом, взяли эту страну вот так, крепко-крепко. И фактически был просто небольшой вдох. Поэтому уровень политической культуры вот такой, какой есть. Поэтому погром гораздо ближе, ментально. Погром и вольница, как разновидность. Вольница, а не свобода. По-прежнему является, так сказать, архетипом. Вольница, потому что свобода предполагает ответственность, умение пользоваться механизмами. Мартышка и очки. Ну, их надо куда-то приспособить. Они есть, эти очки. Они давно изобретены. Но то их понюхает, то их полишет, то их на хвост нанижет. Очки не действуют никак. И точно по Крылову хватили эту демократию о камень. Ну, не действуют же. Ну, конечно, если его на хвост надевать, а не на нос, то не действуют. Мы не научились, да? Поэтому длинный ход мысли. Но тем не менее. В ближайшее время, на ближайшем повороте, страна за, повторяю, небольшие ростки были. Они за путинское, уже четверть века, Путину скоро, четверть века. Это все разобрано, это все деградировано, это все растлено. Этого ничего нет. Это отдельные люди просто, которые разговаривают, самые мужественные из России. Там мы, там по Берлинам, Вильнюсам и прочим Варшавам, да? И за границам. А в массе мы видим, вот энергия, энергия протеста, энергия раздражения, которая выходила бы через политические движения, через выборы, через свободную прессу, суды, изменения, да? Выборы, выборы, перемена, контроль, понимание, что любого надо контролировать. Вместо этого мы видим, вдруг вскипает там Пригожин и занимает всю поляну, потому что ничего другого нет. Марш справедливости. Выглавец с Пригожным. Он занимает всю поляну, а поляна-то пустая, ее нет. Поэтому ничего хорошего на ближайшем повороте просто быть не может, потому что никаких датских, норвежских, польских каких угодно инструментов демократических нет. И поэтому изменения произойдут так, как произойдут, то есть по большей части нелегитимно. То есть что-то случится здесь. Вот в рамках передела Саванны что-то случится. А что должно произойти для того, чтобы там какой-то значительной части той элиты, которая на этом месте образовалась, не Гуриев, не Ходорковский, а той элиты, которая тут образовалась и на свободе, но не тут, а в России, чтобы стало невозможным жить по-прежнему, чтобы люди поняли, что надо менять систему в сторону, поворачиваться в сторону к забытому и возвращать очевидные для западного человека инструменты. Свободу возвращать, да? Контроль над властью, свободу, разделение властей. Я думаю, что это, к сожалению, мы уже говорили об этом, что это будет уже через ход, ближайший ход. Я просто не вижу. Я хотел бы верить в какое-то чудо, что мы проснемся, а тут, так сказать, Гозман. Но я имею в виду менталитет. Менталитет образового, мирного, образованного человека, Гуриева, да, Гозман, неважно. Неважно, Рыжков, это уже подробности. Нам уже надо, к сожалению, ставить точку, но прежде чем мы закончим, вспоминается эта фраза. Жаль, что в эту пору прекрасную жить не придется. Не тебе, сказано, она была достаточно давно, и до сих пор мы ждем эту пору. Ну что ж, спасибо, к сожалению. Я все-таки успею сказать, что за вас я ручаюсь, вы поживете в какую-то пору. За вас я ручаюсь точно, может быть и я, но вы точно поживете в какую-то пору, совсем другую, надеясь, что это не будет ядерная зима. Я уже слышал о том, что наши дети будут жить при коммунизме. Спасибо. Мы не обещаем. Ну что ж, у нас на этом все. Это была программа «Ход мысли» с Виктором Шендеровичем. Увидимся через неделю, и всего вам доброго. «Ход мысли» с Виктором Шендеровичем.